Итак, в Краснодарском крае зарегистрированы первые случаи свиного гриппа. Заболевшие двое детей из Железногорска, младшему 2,5 года, старшему 16. Грипп обнаружили у детей, когда они попали на лечение с диагнозом ОРЗ в детский стационар. Забор биологических материалов показал штамм вируса H1N1. Сейчас дети еще находятся в инфекционном отделении, но, по словам специалистов, их состояние здоровья стабильное. По словам главного санитарного врача Железногорска, поводов для паники нет. Свиным гриппом россияне болеют с 2009 года, но в этом году заболеваемость выросла. Поэтому нужно особо обратить внимание на профилактику, соблюдать правила личной гигиены, чаще проветривать помещение, мыть руки и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам. Вот эти двое детей, у которых выявлен этот грипп, клиника была ОРЗ средней тяжести. Естественно, интоксикационный синдром, то есть головные боли, мышечные боли, гипертермический синдром, повышение температуры. Заболели, значит, один 13-го, другого 15-го января, то есть уже после нового года. Я вас уверяю, что не два случая, наверняка их больше, просто не обследуют всех больных ОРЗ. Для нас это показатель того, что пора проводить противопадемические мероприятия и проявлять должную настороженность. Были взяты анализы и вчера лабораторно выделены РНК вируса гриппа H1N1. На сегодняшний день дети находятся в нормальном состоянии и готовятся к выписке. В городе Железногорске ситуация стабильная, спокойная, никакого ажиотажа, ничего нет. Решения эпид-порога у нас нет ни по населению, ни по остальным группам, ни по детям, ни по взрослым. Нет, очень низкий эпид-порог.